Книга «Открытым оком», том 26-й, тема «Грех», вопрос 3861. Один и тот же человек иногда говорит «заслушаешься», а другой раз такое скажет «хоть святых вон выноси». «Так на каких же весах его дело будет после смерти взвешено?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Блаженно не начало, а конец вечен, а конец венец. Для того и есть исповедь, чин, покаяние, эпитимии за грех. И главное, что все это в Церкви Христовой во имя Христа». Христа, кровь Христа омывает человека, исцеляет и очищает языки, мысли и язык. А взвешивать это просто для наглядности показано, а на самом деле все не так будет. Иоанна 5,24 «Истина, истина, говорю вам, слушающий слово мое и верующий пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Кавычки закрыты. «Отцы пустынники и жены непорочные, чтоб сердцем возлетать во области заочной, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв. Сложили множество божественных молитв, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в одни печальные великого поста, все чаще мне она приходит на уста. «И падшего крепит неведомую силой владыка дней моих дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей и празднословия, не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешением. Да, брат мой, от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви, и целомудрие мне в сердце оживни». 1836 год. Александр Сергеевич Пушкин. Псалтерь 70.18. «И до старости, и до седины, не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы твоей роду сему и всем грядущим могущества твоего». Исайя 46.4. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Ночь. Успели мы всем насладиться. Что ж нам делать? Не хочется спать. Мы теперь бы готовы молиться, но не знаем, чего пожелать. Пожелаем тому доброй ночи, кто все терпит во имя Христа, чьи не плачут суровые очи, чьи не ропщут немые уста, чьи работают грубые руки, предоставив почтительно нам погружаться в искусство, в науке, предаваться мечтам и страстям, кто бредет по житейской дороге безрассветной глубокой ночи, без понятия о правде, о Боге, как в подземной тюрьме без мечи. 1858 год. Н. А. Некрасов. Псалтир 64.3. «Ты слышишь молитву? Тебе прибегает всякая плоть». Осия 14.3. «Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему, отними всякое беззаконие, прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Л. 21.36. «И так бодрствуйте, на всякое время и молитесь, расподобитесь избежать всех сил будущих бедствий и предстать пред сына человеческого. О Боже, дай мне сил, воли, силу, ума сомнения, умертвим, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви, мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. «Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать». 1851 год. Никитин. Эфесянам 6.18. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о тем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Филиппийцам 1.4. «Всегда, во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». О, вещая душа, о, сердце полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия, так ты, жилица двух миров, твой день болезненный и страстный, твой сон пророческий неясный, как откровение духов. Пускай страдальческую грудь волнуют страсти роковые, душа готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть. 1855 год. Федор Иванович Тучев. Колосинам 1.9. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаём молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном». 1 Тимофея 2.8. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитву мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Отравлен хлеб и воздух выпит, как трудно раны врачевать. Иосиф, проданный в Египет, не мог сильнее тосковать. Под звёздным небом бедуины, закрыв глаза и на коне, слагают вольные былины, о смутно пережитом дне. Немного нужно для наитий, кто потерял в песке колчан, кто выменял коня, о событии рассеивается туман. И если подлинно поётся, и полной грудью, наконец, всё исчезает, остаётся пространство, звёзды и певец. 1913 год. Осип Мандельштам. Исайя 49.22. Так говорит Господь Бог. Вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя моё племенам и принесу сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. Исайя 64. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все не собираются, идут к тебе, а сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут. Памяти Фёдора Михайловича Достоевского. Когда в час ордии за праздничным столом шумит кружок друзей, беспечно торжествуя, и над чертогами залитыми огнём внезапная гроза ударит негодуя, смолкают голоса ликующих гостей, бледнеют только что смеявшиеся лица из полубогов, вновь обратясь в людей, трепещет Вальтасар и молится будницам. Но туча пронеслась, и с ней пронёсся страх. И разживает вновь, вновь раздаются хоры, вновь дерзкий смех звучит на молодых устах. И искрятся вином тяжёлые амфоры, порыв раскаяния, сердца изнан прочь, всё смеять его стараются скорее. И праздник юности, чем дальше длится ночь, тем всё становится развратней и пошлее. Но есть иная власть над пошлостью людской, и эта власть — любовь, создание искусства, в которых теплится огонь её святой, сметают прочь души позорящие чувства. Как благодатный свет в эгоистичный век, любовь сияет всем, все язвы исцеляет, и не дрожит пред ней от страха человек, и край одежды её восторженно лапзает. И счастлив тот, кто мог и кто умел любить, печальный терм его порочней, чем лавр героя, святого подвига его не позабыть, толпе, исторгнутой из мрака и застоя. На смерть его везде откликнутся друзья, и смерть его везде смутит сердца людские, и в час раздуки с ним, как братская семья, за ним заплачет вся Россия. 1881 год. Натсон. Число 2029. И увидело всё общество, что Аарон умер, и оплакивала Аарона весь дом Израиля в 30 дней. Старозаконие 34.8. И оплакивали Моисея. Сыны Израиля на равнинах Моавитских 30 дней, и прошли дни плача и седования о Моисея.